Девушки отдыхают Я полагаю, что все случившееся — это вполне закономерная последовательность Но ничего уже нельзя изменить Если бы у них хватило храбрости сражаться Да, если колеса правосудия заработали То этот процесс уже необратим Этого не остановить Это была последняя надежда для Раку Сити И мой последний шанс — мой последний шанс на спасение Эгуртана Дельта Мы в квадрате И-95070 Доня Девушки отдыхают Дааааа! Девушки отдыхают Дааааа! Дааааа! Урааааааа! Вооооааа! Ах, вау! Сделай награжение! Ах ты! Не сдаваться! Где они? Подождите! Не бросайте меня! Ни за что! Пойдусь! Получик! Умри! Кружит меня! 28 сентября. Полдень. Монстры захватили город. Убейте меня! Я все еще жива. Хорошо. Нам надо выбираться отсюда. Понимаешь, о чем ты говоришь? Я потерял здесь свою дочь тоже. Как ты смеешь предлагать мне уходить отсюда? Я сожалею о том, что случилось с вашей дочерью. Но никто не придет спасти нас. Мы должны выбираться отсюда. Нет. Я никуда не пойду. Никуда не пойду. Слушай, остаться здесь и умереть с голода, чем быть сожранным этими монстрами. А сейчас оставь меня в покое. Я тебе сказал, не не уйду. Никогда! Ходи. Ходи. Фред, почему никто ничего не предпринимает? Никого не готовили к такой ситуации. Что мы можем сделать? Послушай, он пришел за нами. Мы не должны оба умереть. Как-нибудь. Ты видел? Без помощи отряда Старс мы не сможем убирать отсюда. Фред, оставайся здесь. Почему никто ничего не предпринимает? Я не знал, что ты еще жива, Джилл. Полиция не готова к такого рода ситуации. Что они могут сделать? Послушай, он пришел за нами. Мы не должны оба умереть. Как-нибудь. Ты видел? Без помощи отряда Старс мы не сможем убирать отсюда. Девушки отдыхают. Они были приятные. И все, нас отрезали. Никто не выжил. Это Карла. Надо немедленно всех оповестить. Что это? Спокойно, девушка. Я не зомби. Меня зовут Карлос, сотрудник группы биологической опасности корпорации Umbrella. Как твой имя? Джилл, ты только что сказал, что работал на Umbrella? Да. Мы пришли, чтобы спасти гражданское население. Операция проходила нормально, пока мы не приземлились. Как ты нашел? Ах! Да. Sid. ,, Девушки отдыхают Мы здесь, чтобы спасти людей Не лди меня Амбрелла виновна во всей этой неразберихе Послушай, мы простые наемники, рабочая сила Действительно считаешь, что хозяин скажет своей собаке, зачем надо принести ему брошенную палку? Если тебе нужны ответы, то спроси кого-нибудь еще Я не на стороне Амбреллы Мы закончим с этим позже Веришь или нет, мы здесь для спасения гражданского населения Если веришь мне, то помоги нам Подумай об этом Амбрелла виновна 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 в Заня! Я хочу спросить тебя. Зачем Амбрелла прислала сюда ваш отряд? Наша задача — спасение населения. С вашей стороны. Обсуждение Амбреллы, да это сразу говорит о том, что вы лгуны. Послушайте, простые наёмники, рабочая сила и... Нет времени на разговор. Если верите мне, то присоединяйтесь к нам. Подумайте об этом. Вон там. Вы что, с ума сошли? Вы могли поджарить нас обоих. Амбрелла Амбрелла Да это сразу говорит о том, что вы лгуны. Послушай, мы простые наёмники, рабочая сила и... Нет времени на разговор. Если верите мне, то присоединяйтесь к нам. Подумайте об этом. Погоди, я хочу спросить тебя кое о чём. Я знаю. Вы хотите меня спросить? Всем девочкам нравится мой голос. Они просто балдеют от этого. Что? Мечтай дальше. Скажи мне, зачем Амбрелла прислала вашу команду? Мы здесь, чтобы спасти людей. Не лги мне. Амбрелла виновна во всей этой неразберихе. Послушай, мы простые наёмники, рабочая сила. Действительно считаешь, что хозяин скажет своей собаке, зачем надо принести ему брошенную палку? Если тебе нужны ответы, то спроси кого-нибудь ещё. Я не на стороне Амбреллы. Веришь или нет, мы здесь для спасения гражданского населения. Если веришь мне, то помоги нам. Подумай об этом. Амбрелл Стар. Погоди, я хочу спросить тебя кое о чём. Я знаю. Вы хотите меня спросить? Всем девочкам нравится мой голос. Они просто балдеют от этого. Что? Мечтай дальше. Скажи мне, зачем Амбрелла прислала вашу команду? Мы здесь, чтобы спасти людей. Не лги мне. Амбрелла виновна во всей этой неразберихе. Послушай, мы простые наёмники, рабочая сила. Действительно считаешь, что хозяин скажет своей собаке, зачем надо принести ему брошенную палку? Если тебе нужны ответы, то спроси кого-нибудь ещё. Я не на стороне Амбреллы. Веришь или нет, мы здесь для спасения гражданского населения. Если веришь мне, то помоги нам. Подумай об этом. Эй! Где? Где я? Расслабься, ты в порядке. Ты так говоришь, что моя голова просто готова разорваться. Кстати, моё имя Карлос. Рад встречи с такой милой дамой. Джилл. Команда Альфа. Подразделение отряд Старс. Кого ты представляешь? Тюда. Старс. Понятно. Итак, я сотрудник отдела биологической опасности корпорации Амбрелла. Амбрелла прислал. Эй, не смотри так. Что я такого сказал? Какие-то проблемы? Амбрелла. Пошли. Амбрелла. Амбрелла. Они убили. Будет тебя известно, не думаешь, что откроются мне от удовольствия. Смирись с этим. Это меня просто убивает. Мы должны выбраться от тебя. Погоди, я хочу спросить тебя кое о чем. Я знаю. Вы хотите меня спросить? Всем девочкам нравится мой голос. Они просто балдеют от этого. Я должна знать, зачем Амбрелла прислала вас сюда. Потому что наша задача спасти население. Ой, кошмар. О них надо позаботиться в первую очередь. Послушай, мы простые наемники. Рабочая сила. Ты действительно считаешь, что хозяин скажет своей собаке, зачем надо принести ему брошенную палку? Слушай, если тебе нужна информация об Амбрелле, то я не тот, кто тебе нужен. Поверьте, мы здесь для спасения гражданского населения. Ты доверяешь мне, то присоединяйся. Подумай об этом. Я не буду ждать. Я не буду ждать. Трансляции. Подпишись! Они очень дорогие. Я хочу спросить тебя, зачем Амбрелла прислала сюда ваш отряд? Наша задача — спасение населения. С вашей стороны. Обсуждение Амбреллы, да это сразу говорит о том, что вы лгуны. Послушай, мы простые наемники, рабочая сила. Ты действительно считаешь, что хозяин скажет своей собаке, зачем надо принести ему блошеную палку? Нет времени на разговор. Если верите мне, то присоединяйтесь к нам. Подумайте об этом. Погоди, я хочу спросить тебя кое о чём. Я знаю. Вы хотите меня спросить? Всем девочкам нравится мой голос. Они просто балдеют от этого. Я должна знать, зачем Амбрелла прислала вас сюда. Потому что наша задача — спасти население. Ой, кошмар. О них надо позаботиться в первую очередь. Послушай, мы простые наемники. Рабочая сила. Ты действительно считаешь, что хозяин скажет своей собаке, зачем надо принести ему блошеную палку? Слушай, если тебе нужна информация об Амбрелле, то я не тот, кто тебе нужен. Поверьте, мы здесь для спасения гражданского населения. Доверяешь мне, то присоединяйся. Подумай об этом. Ты ведь один из выживших членов группы спасения. Я просто присоединяюсь к вашей команде. Как такое, девочки? Как ты удалось выжить? Эй, я не простой житель. Я член отряда Старс. Старс. Спецподразделение особого назначения? Эй, там кто-нибудь ранен? Как мило... О, это ужасно выглядит. А, они идут. Приготовьтесь. А, ромат. Ромат. Держитесь вместе. Да. Успокойтесь, теперь вы в безопасности. Все будет хорошо. Нет, не подходите ближе. Держитесь подальше. Итак, Джилл, ты решила помочь нам? Кажется, мы единственные, кто смогу выжить. Надо действовать вместе. Нет, мы не можем доверять ей. Почему? Ну, сержант, нам нужна ее помощь. Остались только ты, я и лейтенант Михаил. Это все. И Михаил не в порядке. Мы не будем действовать сообща, кто не справится с нашей задачей. Отлично. Давайте повторим наш план. Ты имеешь в виду... Мы движемся в сторону часовни. Мы назначили место высадки для вертолета. Как только мы доберемся туда и подадим сигнал, привезет вертолет и заберет нас. А, здесь, похоже, не та дорога, по которой мы сможем пройти. Но моя проблема состоит в том, что зона высадки отрезана от нас огнем. И так у нас нет выбора, кроме как воспользоваться канатной телегой для переброски. К счастью, мы можем использовать этой как подвижной щит, чтобы пробраться в опасные зоны. Это сработает. Хороший план. Сэр. Ладно, братцы, вперед. Джилл, оден это. Я там проверю. Эй, не как? Карлос. Джилл. Эй, зомби начинают нервничать. Я слышу их. Что происходит? Карлос. Джилл. Не знаю, в чем дело. Джилл, они... Они пронюхали, что они здесь не одни. Эй, успокойся. Настало время действовать. Что ты делаешь? Лай, Карлос. Лешка. Расслабься. Я еще не покойник. Если... Ты в порядке? О, отлично. Эти прибамбасы еще круче, чем на первый взгляд. Ладно. Меня зовут Джобсон Макоэм. Может не оказаться никакого пункта назначения. Лай, Карлос. Расслабься, я еще не покойник. Если... Ты в порядке? О, отлично. Эти прибамбасы еще круче, чем на первый взгляд. Ау, у меня ушах звенит. Похоже, мы должны уже были умереть. Ладно. Меня зовут Джобсон Макоэм. Может не оказаться никакого пункта назначения. Что ты сделал? У меня не было выбора. Ты почти превратился в зомби. Была опасность, я просто ликвидировал ее. Но он ведь был в сознании. Он был так же хорош, как и мертвый. Сейчас, пока он еще не переродился, с ним проще расправиться. Что ты говоришь? Нет. Не заставляй меня сделать это. Я не хочу убивать тебя. Убей меня. Со мной кончено? Это не по-любски. Погоди, мы... Мы не должны этого делать. Пожалуйста, скорее. Пока я не потерял сознание. Пока еще не слишком поздно. Не сейчас, мы... Мёрфи! Почему? Нет. Нет. Карлос. 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 Михаил, у тебя есть какое-нибудь желание? Михаил, у тебя есть какое-нибудь желание? Мои люди. Их уничтожили, эти монстры. Я не могу остаться, потому что я ранен. Разве ты не видишь, что те монстры тоже жертвы Амбреллы? Ты выбрал меня, чтобы я выучил это для них? Мне кажется, что ты ничего не понимаешь. Нас не компания обтянула во все это. Нет причин для кого-либо из нас нести ответственность за всю эту неразбериху. Я знаю это. И сейчас это единственная причина, по которой я пытаюсь сотрудничать с вами. Эй, простите. Я так плохо себя чувствую. Нет. У тебя доброе сердце, ты доказал это. Но я все еще жив. Мои люди вооружены. Не думай об этом сейчас. Просто отдохну. Я не мог спасти моих людей. Похоже, я готов тронуться в путь. Вот, возьми это. Хорошо. Николай не присоединится к нам. Я понимаю. Я буду управлять канатным перевозчиком. Пойдем. Неплохо выглядит. Миха... Эй, что там творится сзади? Я тоже. Миколай неплохо. Миколай неплохо. Эй, ты немедленно вылезаешь от этого? Миколай. Миколай, подожди. Жимонцович, рейд! Михаил! Нет, тормоза из ножек! Это беспорядок! Нет! Нет! Карл, я сожалею о случившемся смерке, но ничего нельзя было сделать. Да, ты и права, Джимон. Я буду управлять канатным перевозчиком. Николай к нам не присоединится. Давай, пошли. Неплохо выглядит. Эй, что там творится сзади? Нет! Михаил! Нет! 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 Щелк! Жилня! Эй, немедленно вылезай! Играя! Неплохо! Играя! Чуть-чуть ниже. Ключи. Михаил. Нет, тормоза из ножа. Это кто сам? Карлос, не могу поверить, ты жив. Я не знаю точно, кто там выбрать из этого города. О чем ты говоришь? Мы сделали это. Ты не получишь этого. Они не заинтересованы в том, чтобы мы выжили. Ты правда думаешь, что мы можем доверять их грандиозному плану эвакуации? Ха, это просто кусок бумаги. У нас нет другого выбора, кроме как довериться им прямо сейчас. Нет, если мы должны будем умереть, то надо иметь хоть какой-то выбор. И это все? Ты что, сдаешься? Нет. Я просто... Я не могу справиться с этим. Ну, нам обоим удалось выжить. Может, снова надо начать помогать друг другу? Да, это было жестоко, но сейчас можно расслабиться. Нет, и частицам больше ничего не светит. Здесь подарок тебе? Мускусины. Садитесь здесь. Это наконец-то закончилось. Нет. СТАРС Джилл СТАРС 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 Карлос! Джилл, Джилл, эй, не умирай! Джилл, Джилл, оставайся там! Что я наделал? Мне жаль, Джилл. Пожалуйста, очнись! Джилл, Джилл! Первое октября, ночь. Я проснулась, когда в городе шел дождь. Не могу поверить, что еще жива. Карлос? Похоже, многое изменилось со времени нашей первой встречи. Не волнуйся, Джилл, в этой часовне безопасно. Я инфицирована вирусом, не так ли? Эй, полегче! Я в порядке. Не чувствую никакой боли. И это меня беспокоит. Если я ничего не чувствую, то что же это может означать? Не падай духом, Джилл, я позабочусь о тебе. Что бы ты ни делала, не дай вирусу одолеть тебя. Если я превращусь в зомби, не раздумывай, дай мне слово, что убьешь меня. Не стреляйте! Нет! Николай? Ты все еще жив? Ты видел, что произошло? Что происходит? Я один из присланных, это все, что вам следует знать. Подождите! Я не знаю, еще одна грязная свинья все еще жива. Что вы делаете? Мозги растеряли? Иногда очень легко забыть о преданности. Просто точно так. Предатель! Вы же про парня, который стрелял? Да, ты знаешь его. Седые волосы. И ужасная гримаса. Не могу поверить, что вы из меня стреляли. Это предатель! Игорь, ты имеешь ввиду Николая? Игорь! 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 Старается сдаваться. Что? Я думала, мы убили это. Нет, это ждало тебя. Райт с нами. Карлос, ты думаешь, это нельзя остановить? Нет, я так не думаю. Пронижает жил, но я должен к вам о чем позаботиться. О, и плохие новости. Николай все еще жив. Николай, ты уверен? Да, не знаю почему, но я чувствую, что он наш враг. Запомни, не доверяй ему. Мы почти сделали это. Как себя чувствуешь? Я в порядке. Что с тобой случилось? Я думал, что это монстр. А, у меня плохие новости. Николай все еще жив. Но я думала, что он мертв. А, этот парень не понимает значение слова смерть. Ну и кто он после этого? Я не знаю. Все, что мне известно, это то, что он наш враг. Мне жаль, Джилл, но я должен кое о чем позаботиться. Обещаю, мы встретимся позже. Но не беспокойся. Всем, всем, всем. Задание отменено. Немедленно возвращайтесь. Повторяю. Немедленно возвращайтесь. Я очень удивлен, что вам удалось так долго прожить. Тебе лучше всего позаботиться о самом себе. Что насчет помощи? Мои намерения не входит помощь вам. Потому что все это простое надувательство? Так, скажем, так и есть. Нашим работодателям необходим детальный анализ этих зомби, появившихся вследствие заражения Т-вирусом. Хочешь сказать, что они намеренно послали свои военные силы для столкновения со своими творениями? Немного не так. Учитывая экстремальные условия операции, не было неожиданного сообщения, что отряд могут разбить. Нам только нужно было собрать жизнедневную информацию об объектах. Ещё один мутант. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Продолжение следует... 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 Точно, надо подумать, как выбраться отсюда. Сейчас. Внимание! Ракетная атака подтверждена. Внимание! Ракетная атака подтверждена. Уровень опасности Д. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Джин! Все кончено, Карл. О чем вы говорите? Вы разве не слышали? Это второй вертолет. Он здесь для того, чтобы спасти тебя. Но кто это? Кто следил за мной? Тарс. Это не важно. Мы должны быть на месте его посадки. Джилл, что случилось? Карлос. Вертолет. Думаю, это то самое. Но я не хочу тут умирать. Еще не все кончено. Я не сдаюсь, Джилл. У нас еще есть шанс. Я не собираюсь сдаваться. Причдо вылажается. Я не сдаюсь, Джилл. Я не сдаюсь, Джилл. Алло, да. Я не сдаюсь, Джилл. Я не сдаюсь, Джилл. Я не сдаюсь, Джилл. Женен, отстань. Эй, Жен, выходи, Леся. Вы там? Выходи. Эй, он только назвал твоё имя. Кто бог это б... Не имеет значения. Надо сообщить им, где мы. Точно, надо подумать, как выбраться отсюда. Сейчас. Внимание! Ракетная атака подтверждена. Внимание! Ракетная атака подтверждена. Уровень опасности Д. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Джил, беги! Вертолёт! Ес! Спасибо. И спасли нас. Я не мог позвольте вам погибнуть. Это? Это вы? Ты голову подможешь цель? Надвигается. Да. Это да есть. Годоксио. И кросла. Догон. Е грандиот. Гоноксио. И кразал Пу PWU. А сейчас у нас важное сообщение. Похоже, что президент и федеральный консул отправили в Раконс-Сити определенные предписания для местных жителей. Президент и федеральный консул решили, что оперативная операция – это то, что необходимо в данной ситуации, и поэтому просят извинения за свое решение. Основываясь на этих фактах, можно сказать, что Раконс-Сити больше не существует, все жители погибнут, и похоже, что этого избежать никак нельзя в наших сердцах сейчас вместе с соприченными жителями Раконс-Сити. Раконс-Сити